Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. На рельсах инновации. Перспективы железнодорожного машиностроения страны. Обсудили в Чебоксарах. Школа дикой природы. Будущие экологи изучают фауну за Волжья. Интеллектуальные каникулы. В республиканском кванториуме время проходит быстро. Перед машиностроительным комплексом страны стоят новые задачи. Перспективы этой отрасли обсудили сегодня в Чебоксарах. Столица республики приняла юбилейную конференцию объединения производителей железнодорожной техники. Какие инновации уже поставили на рельсы и что предстоит произвести для нужд РЖД, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Электропоезда «Ласточка» аналогов им нет нигде в мире. Сейчас скоростные локомотивы курсируют по центральному кольцу города Москвы. Их серийный выпуск – главный результат работы предприятий, входящих в состав некоммерческого партнерства. За 10 лет в ОПЖТ разработали целую серию инновационных вагонов и магистральные газотурбовозы. Интеграция производителей позволяет и оперативно вносить коррективы в стандарты, которые были приняты в советские времена. За последние годы удалось проделать глобальную работу. Мы договорились с депутатским корпусом о том, что все основные законы, регулирующие деятельность в области транспортного машиностроения, они только будут проходить через наш экспертный совет. Мы поставили себе уже в приоритетном порядке рассмотреть на площадке нашего экспертного совета, а потом заседание комитета Государственной Думы. Такой документ находится в правительстве Российской Федерации, называется «Стратегия транспортного машиностроения на период 2025 года». Надеемся очень на начало строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Через территорию Чувашки-Республики это практически почти 120 километров. Огромные средства будут выделены и огромные заказы для наших производителей. Сейчас предприятие ОПЖТ ставит на рельсы более 90% железнодорожной техники страны. В стратегии на ближайшие годы расписаны планы по выходу на внешние рынки. Лишь 457 миллионов, то есть меньше 1%, это доля российских предприятий в экспорте. Стратегия развития экспорта направлена на то, чтобы к 2025 году хотя бы утроить это. И все равно получится не очень большая цифра. И здесь многое зависит от поддержки региональных властей. В республике за последние 6 лет для нужд РЖД произвели продукцию более чем на 120 миллиардов рублей. В состав партнерства готовится войти еще одно предприятие Чувашия. У нас сейчас научное производственное объединение «Каскад» хочет вступить и стать учредителем данного некоммерческого партнерства. Это очень важно, потому что без инновационных технологий, без модернизации производства, все понимают, невозможно поднять производительность труда. И наши предприятия, наши производители по цене по качеству в конкурентной среде выигрывают эти конкурсы. Это тоже показатель общего труда на совместный результат. Президент ОПЖТ говорит, что будущее необходимо делать уже сегодня. Партнерство ориентируется на инновации, предприятия республики отвечают на эти вызовы. Республика обладает уникальными предприятиями, высокотехнологичными. И та продукция, например, «Элара», я бы мог еще примеры приводить, но мы очень активно работаем с «Эларой», молодая инициативная команда. Нет аналога в мире в области регулирования движения поездов, так называемая автоблокировка. Юбилейная конференция завершилась на торжественной ноте. Предпринимателям, которые внесли большой вклад в развитие ОПЖТ, вручили благодарности, дипломы и памятные медали. Состав некоммерческого партнерства расширяется. Его президент подписал в Чебоксарах соглашение о взаимодействии с еще двумя предприятиями. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с президентом объединения производителей железнодорожной техники Валентином Гапановичем. Республика и организация – давние партнеры. Предприятия Чувашии производят немало оборудования для железнодорожного транспорта. К примеру, на Малом кольце Московской железнодороги установлена система автоматической блокировки, которую собрали на «Эларе». Никаких вопросов по надежности нет. То есть идеально работает. Будем надеяться, а не будем надеяться, я уверен. И на БАМ мы сейчас поставки пошли, на Транссиб, туда уже на восток, в Транссибирская магистраль наша. Тоже оборудование «Элары» будет. Обход Украины полностью будет на оборудование «Элары». То есть и хорошее заделы на будущее. Глава Чувашии подчеркнул, республика заинтересована в долговременном и надежном сотрудничестве. Стабильная работа предприятий – залог хорошего социального самочувствия работников. Наши договоренности, о чем мы договариваемся и подписываем бумаги, у нас все те договоренности выполняются в реальном секторе экономики. Итоги бизнес-переписи в нашей республике подвели на пресс-конференции Чувашстата. Юлия Важенина подробнее. Где малый бизнес развивается успешно? Какие новые ниши он занял? Как работают индивидуальные предприятия? Ответы на эти и другие вопросы журналистам дали в Чувашстате. Последний раз бизнес-перепись проводилась еще в 2010 году. С тех пор многое изменилось. В целом по республике существенно уменьшилось количество ИП, но выросло число малых организаций. Они стали работать эффективнее. В четыре раза увеличился объем инвестиций и почти на 80% вырос объем выручки от малого предпринимательства. Интересно то, что при общем снижении количества индивидуальных предприятий в республике в некоторых муниципальных образованиях число ИП наоборот возросло. По итогу переписи показали, что у нас уменьшилась плотность малого бизнеса, но увеличилось число индивидуальных предпринимателей в тех муниципальных образованиях, где мы не ожидали. Вообще рост индивидуального предпринимательства, если он идет одновременно с уменьшением организации малого бизнеса, он говорит о том, что население не может найти себе работу и пытается как-то организовать самозанятость. Это не есть хорошо, потому что даже если мы смотрим показатели по Приволжскому округу, мы видим, что в число лидеров, где выросло число индивидуальных предпринимателей, попали такие регионы, как Пензенская и Кировская области. Они же у нас не числятся в лидерах в принципе экономики. А такие регионы, как Нижегородская область и Татарстан, они внизу этого рейтинга, потому что у них растут организации, количество организаций работающих, но не индивидуальных предпринимателей. Плотность бизнеса в нашем регионе уменьшилась почти на три единицы. Это на тысячу жителей. Сейчас она не соответствует всем размерам, которые приняты для стран Европы. До стандартов мы пока не дотягиваем. Но подобные программы помогают оценить ситуацию в целом, а самим предпринимателям получить представление о конкурентной среде и о тех незанятых нишах, где можно развернуть свое дело. А значит, бизнес-перепись нужна прежде всего самому бизнесу. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. В Цивильске открылась Тихвинская ярмарка. У нее богатая история уже в течение многих веков. С небольшим перерывом в начале июля на площади возле Тихвинского Богородицкого женского монастыря собираются торговцы, мастера декоративно-прикладного и художественного творчества. На этот раз на знаменитую по всей России ярмарку приехали более 400 гостей из 20 городов. Анастасия Алангина расскажет подробности. Наконец на улице ярко светит солнце, нет дождя и даже зонт сегодня не пригодился. А вот без сапог, думаю, здесь не обойтись. Вот уже более 200 лет традиционная Тихвинская ярмарка собирает гостей со всего Поволжья. Сюда приезжают, чтобы что-то купить, что-то продать и весело провести время. Так что же здесь происходит? Давайте узнаем. Тихвинская ярмарка – это не просто торговые дни. Это замечательная возможность, как в старину, людей посмотреть и себя показать. Купить и продать можно что угодно. Сельскохозяйственные утвари, инструменты, живность, одежду, сувениры и, конечно же, лакомства. Восточные сладости, узбекская национальная кухня, сувениры полховско-майданской росписи, изделия из пластика, дерева, из гипса. Что вы продаете? Расскажите, пожалуйста. Я продаю сувениры, магнитики, барельефы. Что на них отображено? Ну, здесь есть и чувашская символика. Вот Цивильск, например, вот это сердечко у нас в Цивильском. Что за куклы? Это куклы. Они раньше были просто куклы. Мы делали, они были не музыкальные. Рисует их моя жена. А тут, 4 года назад, я придумал поставить механизм сюда, значит. Они поют и танцуют. Теперь плавали, под ветром были, значит. Вообще шикарно. Грязь вокруг, но нам это не страшно. Ярмарка – это из поколения в поколение. Я считаю, что не посетив ярмарку, то есть июль – это не июль. Здесь традиция. Впервые на Тихвинской ярмарке развернулась и национальная деревня. Представители 17 народов, проживающих в Цивильском районе, показали свои свадебные обряды. На одной поляне танцуют чуваши, татары и армяне. Обычно на пороге дома встречается и кровь, мать жениха. Лежат две тарелочки, мать встречает молодых, ладет лаваш на плечи для того, чтобы жизнь была дружной, богатой, чтобы в семье не ссорились. Я сегодня чувашская невеста. Мне очень нравится сегодня быть в такой роли. Мне нравятся костюмы, нравится вообще обряд, как проходит. Я хотела бы в будущем выйти замуж именно по чувашским традициям. Как вы уже убедились, Тихвинская ярмарка – это место, куда приезжает отдыхать всей семьей. Здесь каждый найдет себе полезное занятие. Уже завтра здесь пройдет гастрономический фестиваль ярмарка вкусов. Анастасия Алангина, Олег Якимов, Республика. Интеллектуальные каникулы. В Чебоксарском технопарке «Кванториум» в июле работает познавательная смена. Сейчас здесь отдыхают почти 100 детей. Чем отличается отдых в «Кванториуме» от любого другого, узнавала Галина Титарчук. С самого утра в «Кванториуме», как и в любом другом лагере, зарядка и завтрак. А потом начинаются необычные мастер-классы или кванты по самым разным направлениям. К примеру, эти ребята учатся рисовать с помощью 3D-ручки. Занятие это настолько увлекательное, что даже наш оператор не удержался и тоже начал творить. Можно так стареть почти. Вначале дети создают плоские изделия и потом постепенно переходят к 3D-объектам. Кстати, стильный аксессуар потом можно забрать с собой и подарить, например, маме. А вот ребята, которые занимаются в «Нано-квантуме», смогут порадовать близких настоящими кристаллами, которые сами вырастили. Мы работаем на кристаллы. Что вы делаете? Как работаем на кристаллы? Юные химики к тому же научатся создавать не ньютоновскую жидкость. Проведут множество опытов. Занятие в «Био-квантуме» помогает изучать микромир, знакомиться с обитателями лаборатории, гигантскими улитками и мадагаскарскими тараканами. Семен Казамбаев больше всего любит занятия по робототехнике и моделированию. В свои 13 лет он легко разбирается в деталях и схемах. На первом же занятии мальчик сумел собрать вот такого умного робота. Этот робот собран за один день. Он своим ультразвуковым датчиком сканирует площадь и определяет предметы и записывает их в переменные. Тем самым составляя карту поверхности. От старших товарищей не отстают ребятишки помладше. Придумывают и изобретают своих роботов из лего. А затем учатся их оживлять под чутким присмотром наставников и педагогов. Все педагоги у нас прошли обучение в Москве. Они познакомились с многими разными программами и мотивацией детей, и вовлечениях в творческую деятельность, через игру прежде всего. И, конечно, дети, увлекаясь, начиная с игры, потихонечку втягиваются в процесс творчества. Они начинают сами придумывать какие-то модели, собирать. Они начинают сами экспериментировать. Ну, наверное, в этом основная задача Панториума. С каждой сменой ребят, желающих проводить летние каникулы не дома перед телевизором, а с пользой, становится все больше. Организаторы обещали, что в Панториуме откроется еще одна смена в июле и в августе. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Уже многие годы в Заволжье летом открывается школа дикой природы. Она расположена на территории биостанции в окрестностях озера Малое Лебединое. Главная цель – научить школьников основам исследовательской деятельности в плевых условиях. Ученик седьмого класса Дима Андреев в этом лагере впервые, но уже узнал много интересного о жизни насекомых. Говорит, что с будущей профессией еще не определился, но готов взяться за любую тему, которую дадут ему кураторы. Для нас, юнатов, вообще любая тема будет интересна, так как ее раскрывать ты должен сам. Куратор только наталкивает на это и подает информацию. Некоторые кураторы, так же, как и мы, сталкиваются с темой первый раз, так как это получилось у нас. У Сочи мы вообще первый берем за все существование на ШДП. Лагерь в этом году начал свою работу 26 июня и продлится до 13 июля. За половину смены они успели увлечься настолько, что заряжают энергией каждого, кто заглядывает к ним в гости. Вот когда я увидел это все, и то, что у ребят, вот мне один, второй, третий рассказывают о своих работах. У каждой свои работы. Кто-то жуки изучает, кто-то грибы изучает, кто-то лягушь изучает, кто-то растения. Это все. Понимаете, у них глаза горят. Это никто, как говорится, просто взрослые организовали, дали направление и дети сами потянулись. С 1994 года школа дикой природы на Лебедином озере проводит администрацию города Новочебоксарска. Раньше лагеря этого формата организовывались по всей стране. А теперь только Чувашия поддерживает оригинальные традиции воспитания будущих биологов. Мы осуществляем финансирование данного мероприятия и в дальнейшем также будем продолжать развитие этой школы дикой природы. И хочу ребятам пожелать успехов в научных изысканиях и ни в коем случае не оставлять научную работу. В этом году в школе дикой природы 34 ученика из Новочебоксарской, Чебоксары, Москвы. Многие из них ведут исследовательскую работу уже третий, четвертый, а некоторые пятый год подряд. В таких, на первый взгляд, незатейливых шатрах ребята занимаются настоящей исследовательской деятельностью. Давайте посмотрим, чем занимаются в этом шатре. На школу дикой природы я приехала во второй раз. В том году я писала работу, которая называется «Изучение дерева, обитающих грибов на территории Чувашского завожья». В этом году я решила продолжить эту тему. И на этот раз я изучаю пути разложения древесины этими грибами. Работа полевым лагерем не заканчивается. Пройдет совсем немного времени, и ребята вернутся к собранным материалам. Проанализируют их еще раз, и полученные результаты будут представлены на различных научно-практических конференциях России. Высокий уровень собранного научного материала и готовых проектов участников лагеря неоднократно подтверждался победами на самых престижных научных конференциях республиканского, всероссийского и международного уровней. Сабина Вишневская, Олег Якимов, Республика. В канун Всероссийского дня семьи, любви и верности в Лакреевском лесу прошел праздник «Семья, богатырская семья». Благо, с погодой повезло. 70 чебоксарских семей, родители вместе с детьми провели время на свежем воздухе. Василисе три года. Она уже учится печь пироги с мамой и кататься на велосипеде с папой. Бережное отношение к традициям – залог семейного благополучия, делится Настя, мама Василисы. Именно поэтому на праздник Петрунины пришли всей семьей. Нам очень все нравится. Игры и развлекательные, и образовательные, веселые, дружный коллектив, много песен, много конкурсов. Участников мероприятия развлекали персонажей любимых мультфильмов «Карлсон и малыш». После энергичной разминки состоялась квест-игра. Семьи пробежали по семи станциям. Они изготавливали ромашки и куклы-обереги, вспоминали пословицы и поговорки о семье, отгадывали загадки, соревновались в ловкости и быстроте. Юлия Важенина, Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Только по-настоящему увлеченный человек может достичь успеха в своем ремесле. Чаще всего на это уходит целая жизнь, но бывают и исключения. В Чувашском национальном музее открылась выставка молодого художника-медальера Азамата Болтаева. Азамат Болтаев – наш земляк. Он родился в Яльчикском районе. Монетному искусству обучался в высшей школе монетного и медальерного творчества в Чехии. Его работы знают все известные европейские эксперты. Он сотрудничает с Чешским национальным банком и Чешским монетным двором. В 2014 году создал коллекцию монет для яиц Фаберже. Сам Азамат не любит говорить о себе. Его отец, известный в Чувашии художник, скульптор и ювелир, особенно гордится успехами сына. Именно он привел ему настоящую страсть к художественной работе с металлами. То, что мой сын смог такие вещи сделать на таком уровне, это меня, конечно, искренне радует. Потому что 25 лет до такого уровня, чтобы дойти, надо очень много усилий потратить. В это время он успевал учиться. И за это время он успевал делать такие достойные вещи, участвовать на конкурсах. Не менее важной вехой в творческом пути Азамата стала первая персональная выставка «Монетное искусство на родной земле» в Чувашии. На ней представлены монеты, посвященные историческим датам и событиям, а также гипсовые копии и рисунки. Татьяна Филатова, Маливина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Завтра в Чубоксарах можно будет сдать макулатуру и батарейки. Две общественные организации «Легкие Волги» и «Зеленая Россия» проводят праздник «Экодвор». В 9 утра праздник начнется возле библиотеки Маяковского на улице Гузовского. Чубоксарцы смогут принести на переработку макулатуру, картон, пластиковые бутылки, батарейки, ртуть, содержащие лампы и сломанные электроприборы. Организаторы предупреждают, чтобы пластиковые и стеклянные отходы были чистыми, а макулатура сухой. Для детей проведут познавательные беседы о раздельном сборе мусора, организуют настольные игры и аквагрим. Шустрые, веселые, любознательные белки всегда водились в Новочебоксарской рощи. А сейчас их количество еще увеличилось. Густой мех, длинный пушистый хвост и яркие кисточки на ушах – эти милые создания появились в роще в начале мая. Тогда 11 зверьков выпустили в Ельниковскую рощу. Трех из них, в том числе беременную белочку, заселили в специальный вольер в зооуголок парка. Совсем недавно ряды пушистых пополнились. У одной из белок родились четыре детеныша. Сначала крошечные новорожденные малыши постоянно были в домике вместе с мамой и питались исключительно ее молоком. Теперь бельчата подросли, перешли на самостоятельное питание и начали очень быстро осваивать окружающий мир. А осенью, как только пушистикам исполнится четыре месяца, их выпустят к своим собратьям в рощу. Так что, если хотите помочь бельчатам освоиться, закупайте семечки, кедровые и грецкие орешки, яблоки и морковку. Этому угощению зверьки точно будут рады. 8 июля в Чебоксарах ждут участников международного ралли «Шелковый путь». В течение дня на Красной площади будут работать интерактивные площадки. Также горожане увидят шоу барабанщиков, выступления диджеев и рок-групп города и пиротехническое шоу. На время прохождения участников ралли по Чебоксарам в центре города будет ограничено движение. С 15 до 20 часов для автомобилистов будут закрыты улица Ленинградская и Президентский бульвар от улицы композиторов Воробьевых до Красной площади. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Продолжение следует...